Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Алевтина Ефремова, организатор проекта «Арт-Лужайка». Здравствуйте, Алевтина! Здравствуйте! Девушка своими силами решила открыть кинотеатр на Проволыбецком бульваре. Алевтина, расскажите о своем практике, как вам вообще это в голову пришло, кто вам помогает? По поводу «Арт-Лужайки». Почему такое название, а не просто «Кино под открытым небом». Потому что мы планируем там сделать днем какие-то творческие мастер-классы, образовательные семинары, может быть, вебинары, лекции на траве. Спрос уже достаточно большой для того, чтобы реализовать творчество. Может быть, там арт какие-то, выставки, картинные. И только вечером, начиная с 9 вечера, у нас будут показы. Именно кинотеатр под открытым небом. Показы будут абсолютно бесплатные. То есть можно прийти там, посмотреть со своими, скажем так, пледами, подушками. Также у нас можно будет взять в аренду груши, пуфики, чай, кофе. Я думаю, все это мы реализуем. Может быть, не сразу, по крайней мере, насчет питания. Но планируется где-то в июне уже появиться питание, чтобы можно было что-то и детям купить, попкорн тот же, да. И чтобы было комфортно и хорошо. По поводу того, кто мне помогает и как это происходит, помогают мне мои друзья и я. Мы собственными руками там стелим газон, мы его поливаем, мы ухаживаем. Вот. Единственное, что администрация города, ну, содействует просто в ускорении процесса согласования там с городскими сетями, там, водоканалом. И вот этими всеми вопросами бюрократическими они немножко содействуют. А что касается финансирования и непосредственно деятельности, это вот я и на добровольных началах мои лучшие, замечательные друзья, которые помогают все это делать. Какие-то ограничения будут присутствовать? То есть, там, не выпивать, не курить, что-то вот такое? Ну, будет ограничение, как везде в общественных местах, то, что алкоголь нельзя, мы его продавать не будем. Но у нас рядом будут кафе всякие есть, которые на почтовых много, где можно пойти, да, и там удовлетворить свои потребности. Сидеть, отдохнуть. Да, и, но по поводу курения, мы все-таки хотим сделать какую-то зону, потому что людям просто запретить курить, как бы, это не вариант, они все равно будут курить и бросать бычки. Поэтому мы просто сделаем какую-то зону отдельную, где люди смогут покурить, там, да, может быть, сделаем зону кальянную какую-то тоже, но отдельно от основного места просмотра, чтобы это не мешало, как бы, людям, которые не курят. Алифтин, ну, помогать приходят в основном твои друзья, как ты уже сказала, а может быть, организуете студентов, может, они чем-то помогут, вот это вот сейчас практикуется же. Ну, те, кто откликаются, я в социальных сетях пишу, они приходят и помогают. Я не могу сказать, ну, то есть есть люди, которые сторонние, которых я даже не знала, и они приходили и помогали мне там с участком копать. Вот, но на поиски все равно студентов уходит какое-то время, а мы уже планируем открыться вот через три дня. Поэтому пока что те, кто приходят, теми силами и работаем. Такой вполне резонный, мне кажется, вопрос, вот что касается аппаратуры под открытым небом, кто за этим будет следить? Вы же будете круглыми сутками там, правильно? Ну, в любом случае, конечно, я круглыми сутками там уже, но в любом случае мы будем нанимать сейчас на охранную компанию, потому что это оборудование уносить, куда-то каждый вечер собирать невозможно. И они будут просто охранять территорию, которая будет там непосредственно кинотеатр, не допускать людей туда, именно пьяных, которые себя неадекватно ведут, находиться туда ночью, приходить, это историческое место открытое, ничем огорожено не будет, может любой человек, любой житель города. Вопрос только, чтобы он вел себя адекватно и там не пил, не ругался и не устраивал драк. Все остальное будет разрешено. Ну, что касается все-таки, напрямую вопрос, да, к репертуару, скажем так, что будете показывать, какие фильмы, которые идут в кинотеатрах или же вот классику, к которым мы привыкли уже? Ну, касаемо репертуара, сейчас прям графика, афиши такого нету, единственное, что я знаю, что я буду показывать 23 числа в рамках там фестиваля городского. Что касается дальше, у меня была задумка того, что сделать неделю там российского кино, неделю французского кино, может быть, культового кино, ну, какую-то тематику на неделю выбрать, да, и показывать. Что касается новинок, если сейчас на стадии переговоров у нас с одним из кинотеатров, да, московских идут переговоры, если мы согласуем, то и они будут нам предоставлять лицензионные фильмы в прокат на льготных условиях, то, естественно, у нас будет возможность посмотреть новинки в выходные там дни. Но пока что сейчас это все на стадии переговоров, и гарантий я дать как бы не могу. Но очень хотелось бы, конечно, чтобы мы согласовали и запустили этот проект, чтобы и новинки можно было посмотреть на улицу у нас также. Ну, идея очень интересная, и она для нашего города, кстати, нова, раньше такого не случалось. И, скажем так, работа очень масштабная, очень тяжелая, и в финансовом плане у вас какие-то вот есть поддержки чьей-то вы заручились? Скажем так, конкретных прям спонсоров у меня нету, я все стараюсь за счет каких-то средств там банковских, либо заемных средств это реализовать, вот, и очень надеюсь, что это будет пользоваться популярностью, потому что, ну, я как бы вкладываю туда все свои ресурсы, и финансовые в том числе, и мне в любом случае как бы нельзя по-другому. Ну, это планируется не на один же год, правильно? Понятное дело, что это сезонно, в следующем году то же самое будете делать? Я планирую это сделать в следующем году, особенно если это будет пользоваться популярностью, если нашему населению это понравится, то, естественно, в следующем году это все будет продолжаться. Сейчас мы в этом году планируем работать до октября, но все зависит от погодных условий, насколько это будет, ну, холодно, там, дожди и прочее. Вот, со следующего года в мае, или как только потеплеет, мы тоже готовы открыться. Пока что просто разрешение мне дается на год временное, дальше по согласованию с администрацией города, насколько мы будем востребованы и действительно оккультуривать, скажем так, наш город. Ну, и все-таки вначале я задала вам вопрос, немножко отвлеклись, откуда вообще вот такая идея взялась? Увидела, я это подсмотрела в другом городе, конечно, в Нижнем Новгороде, у меня много друзей оттуда, вот, и они мне подкинули идею по поводу реализации еще в прошлом году. А потом просто случилось так, что я съездила в Европу, много там тоже всего насмотрелась, вдохновилась, вот, приехала, и у меня было очень много энергии, скажем так. И поэтому я начала, ну, реализовывать этот проект, скажем так, кто-то направляет свою энергию в разрушительное русло, например, когда там девушка истерит или психует и разбивает посуду. У меня немножко другое направление, то есть, как бы, да, я свою энергию реализовала в том, чтобы создать кинотеатр, скорее в такое положительное русло, вот. Ну, много очень уходит, конечно, ресурсов, особенно временных, но, тем не менее, мне оно очень нравится, то, что у меня есть идеи, то, что я хочу реализовать. Я там, как бы, живу, можно сказать, и днем, и ночью. На самом деле, работа грандиознейшая, большая ответственность, и, я надеюсь, у вас все получится. Я тоже надеюсь, скорее даже уверена, потому что не получится, я не имею права. Ну, Альфтина, я вам желаю удачи, вы большая умница, спасибо вам большое, что вы делаете это для нас, для рязанцев и для гостей нашего города, очень приятно. Спасибо большое. Ну, это была программа «Семь минут», мы с вами скоро увидимся, всего вам самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok